Слова любви сегодня будут звучать особенно часто. День Святого Валентина отмечают влюбленные по всему миру. По традиции, 14 февраля принято дарить своим половинкам так называемые валентинки. Открытки, сувениры или, например, угощения в виде сердца. С каждым годом подарки влюбленных становятся все более необычными. В этом убедилась Диана Ревякова. Отлично, молодцы, супер. Love Story — фотосъемка, которая чувство влюбленных на долгие годы запечатлит не только в памяти, но и на бумаге. Результатом чувственной фотосессии станут как минимум 100 снимков о вашей любви. В Беларуси такой совместный подарок паре обойдется в среднем в 2 миллиона рублей. Love Story — это очень популярная фотосессия. Можно сделать просто как фотосессию обычную, можно рассказать историю знакомства. История любви Константина и Златы началась в начальных классах. Сейчас пара планирует пожениться, а фотосессия на День всех влюбленных стала своеобразной репетицией свадебного торжества. Злата была инициатором этой фотосессии. Я не очень люблю фотографироваться, но так как ей это будет приятно, я решил, что в этот день нужно. А вот эта пара жениться пока не собирается, несмотря на то, что намерения у них весьма серьезные. В День всех влюбленных свои чувства Алексей и Александра решили навсегда запечатлеть на своих запястьях в виде парной татуировки. Может быть, даже сработает как штамп в паспорте. То есть, уже тяжелее. Но это еще не кольцо. Если как бы влюбленные захотели сделать себе парную татуировку, то они должны об этом хорошо подумать. И знать, что они любят на самом деле друг друга. Потому что татуировка делается на всю жизнь. И даже по поводу выведения она не выводится 100%. Ее возможно высветлить, либо просто перебить, перекрыть. Такой подарок на всю жизнь в паре обойдется примерно в 2 миллиона рублей. В День всех влюбленных дарить Валентинке принято как своим половинкам, так и дорогим сердцу людям. Психологи же уверены, как 14 февраля, так и в любой другой день стоит не забывать про любовь к самому себе. И рекомендуют порадовать себя любимого, например, походом в спа-салон или на тренинг личностного роста. Как вариант тренинга для пары так называемая инеограмма. Профессиональный коуч объяснит влюбленным, что все люди разные. Инеограмма описывает 9 типов личности, ознакомившись с которыми половинки смогут лучше понимать и принимать самих себя и друг друга. Живущие вместе иногда тратят лет 10 для того, чтобы понять и принять какие-то особенности друг друга, которые не меняются. А инеограмма позволяет понять и принять все особенности раньше. Вариантов выразить свои чувства бесчисленное множество. И все же любой из них станет лишь дополнением к заветной фразе «Я тебя люблю». Диана Ревикова, Александр Коранкевич и Максим Кураш. Агентство теленовостей. Агентство теленовостей. Продолжение следует...